Время осень Насколько важны сани в тайге или для путешественника, который куда-то серьезно ходит? Потому что я уже начал говорить, сани для нас это наше все. Потому что у нас в санях бензин, продукты, личные вещи, спальные принадлежности, удочки, снасти. В общем, вся жизнь в санях. И всякое путешествие, оно возможно только если у тебя хорошие сани. Мне тут очень примечательный пример могу привести. Может быть народ видел? Значит, есть такой фильм «Линкс Адвенча Антарктика». Значит, это Линкс производители крутых снегоходов, БРП, решили покорить Южный полюс. Заказали транспортный российский самолет. Я смотрел фильм Ио-86, по-моему. Весь самолет забит снегоходом, снаряжением, бензином. Приземлились и отправились дальше. Там надо было им пойти порядка 3500 километров от того места, откуда они стартовали. Так вот, они не дошли. Снегоходы у них классные. Снегоходы по-любому вывезут. А у них развалились сани. И вы представляете, такая экспедиция провалилась только из-за того, что у них не выдержали сани. Досадно? Досадно. Сани – это чрезвычайно важное, если не самое главное в путешествии. Поэтому мы так много внимания уделяем саням. Поэтому мы так оттачивались, что ли, эти сани. Пытались продумать все, чтобы эти сани нас не подвели, нас вывезли. В случае необходимости погрузить до него можно снегоход, эвакуировать. И в них же ночевать. И в них все доставить. Все наше путешествие – это сани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, я начну с того, что расскажу об их принципиальном устройстве. Борта у нас съемные. Закрываются по типу автомобильных бортов. Фанеру не крепим, потому что фанеру крепить не надо. Фанера, она зачастую нужна. В тайге всякая плоская поверхность, но очень необходима. Можно занести в зимовье, устроить еще одни нары. Или положить на те, которые, как правило, ну, зачастую бывают не такие ровные. Сделать стол из них. Ну, и просушить, потому что все это дело будет во льду. В течение, ну, на маршруте все это обмерзнет. Ну, и вот теперь, значит, про сани. Значит, дышло тянет не полоза, а дышло тянет самую площадку грузовую. То есть, вот у нас идет два уголка. В эти два уголка сделаны оси. И таким образом дышло тянет именно грузовую площадку. А наши полоза, они работают как рессоры. То есть, вот здесь, здесь нет жесткого соединения. Весь принцип, он вот так постоянно скользит. То есть, вот сюда заведено. И сюда заведено. Значит, что она дает? Ну, вот если кто-то видел конские сани. Они ведь так сделаны. У них оглобли на бужах закреплены именно грузовой площадки. Но ни в коем случае не к полозам. И здесь используем такой же принцип. Значит, конские сани сделаны. В них нет ничего жесткого. Там все собрано или на штифтах, или на деревянных клинях, или стянуто все веревками, проволоками. И эти сани, они вот небольшие движения имеют. И это позволяет им сохраняться. Так вот, эти полоза, которые постоянно на ходу отыгрывают, ну, всякие препятствия, то-се. Или отыгрывают такую неровность, ну, самого грунта. А там и камни, там и коряги, там и колоды. Все бывает. Поэтому вот это самое правильное решение. И поэтому мы делаем именно такую конструкцию. У нас все сани собраны на болтах, на заклепках. Нет ни одного жесткого сварного соединения, кроме дышла. Ну, дышла – это отдельный элемент. Про него поговорим отдельно. Самое слабое место в санях – это стойки. Я какие бы стойки ни делал, значит, и на сварке, и на заклепке, и то-се. Стойки прямые. Все равно их рано или поздно отломит. Но вот эти круглые – это просто идеальное решение. Они отрабатывают постоянно незначительные колебания. Они, так скажем, пружинят. И то же самое они отрабатывают вот эти движения вперед-назад, вперед-назад. Я так широко показываю. На самом деле это, в общем-то, ну, такие совершенно незначительные колебания. Вот дозор максимум, насколько она может двигаться. Но, тем не менее, вот эта вся подвижность, она позволяет этим полозам жить сколь угодно. Значит, именно из-за того, что вот эти кольца, они позволяют отрабатывать. И одновременно, это, значит, в продольной плоскости, а в поперечной плоскости, они практически не изгибаются, и полос идет ровно и прямо. Значит, здесь труба водопроводная, стенка 12 и 14 миллиметров. А здесь мы используем, опять же, возвращусь к стоимости, используем ПНД 15 миллиметров, листовой, значит, самый крепкий, самый износостойкий. Итак, серьга. Серьга сделана из цельного металла. Значит, то есть, это берется болванка, болванка протачивается нужной формой, потом фрезеруется, нарисается резьба, и мы ставим туда серегу. Корончатая гайка, шплинт. Значит, и еще Валерий Александрович, мастер по металлу, он использует туда, сюда какую-то специальную сталь. Марки я сейчас не помню. Значит, говорю для, специально сейчас скажу, для Олега Вячеславовича. Значит, он просит нам сделать здесь пружину. Но пружина, туда-сюда, это только лишнее дергание. Ну, дергание пол-дела. Когда пружина отработала, и у тебя серьга вышла вперед, здесь стержень потоньше, и на повороте его обязательно загнет. А с кривым гнутым, гнутой серьгой долго не проездишь. Тут только или серьгу менять, потому что в тех условиях, в тайге, на чубке топором, да еще резьбовую часть, да еще ровно, вряд ли ты поправишь. Потом это сплошные дергания весь день. В общем, полная чепуха. В наших условиях совершенно неоправданно. Это где-то в тундре, может быть, там, по морю, по озеру. Будет приятно. А у нас ни к чему. Да и снегоход, его подвеска, нормально отрабатывает всякие эти толчки, неровности. Поэтому совершенно ни к чему. И говоря про... Ходит кто говорит, что наши сани дорогие. Ну, вот небольшой пример. Вот уже начали серьги. Работа и фрезерная, и токарная, и специальный металл. Значит, дальше продолжаем по самому дышлу. Обыкновенная 20-я водопроводная труба прекрасно стоит. Держит. Собрано, собственно говоря, три жестких треугольника. Вот так идет два луча. Значит, и ось. Ось эта. Ось эта, как раз я уже говорил, есть два таких. С этой стороны два становых уголка. И два с этих становых уголка. Это хребет. Именно за эти уголки мы тянем. И тянем самую платформу. Значит, в специально выточенные втулки, как сказать-то, ну, типа по принципу соленблоков. С этой и с этой стороны ставлены металлические втулки. Можно поставить капролоктановые, можно поставить бронзовые, но мы ставим металлические прекрасно стоя. Значит, отверстие, отверстие под тавотницей. То есть, чтобы можно было прошприцевать. Там внутри специальная проточка, для того, чтобы, когда будешь шприцевать, масло продавило. Я бы еще и сюда поставил тавотницу. Значит, дышло. Теперь дальше. Вот наша эксплуатация. Опыт, что ли, показал, что с внутренней стороны дышло. Надо, ну, на стяжках, может быть, веревочках, да как угодно, закреплять какой-нибудь материал, которому не липнет лед. Ну, я не знаю, вплоть до брезента или какой-нибудь пластик. Потому что снегоход идет, идет, особенно, когда по наледе. Из него влетит воды. Ну, как, как, знаю, из-под водометной лодки. И все, что здесь вот есть, все заливает водой. И два, три, четыре пальца воды. Вот прям тут везем сверху. А вот эта защита, она позволяет, ну, ограничить эту воду. И уже не так много попадает на груз. Теперь дальше перейдем к бортам. Борта закрываются по типу автомобильных. Просто и понятно. Значит, раньше мы с этой стороны делали крепление. Опыт тоже показал. Когда сани идут, где-то дерево, какое-то препятствие, пень ударило и смяло наш замок. Поэтому теперь мы его располагаем в вертикальной плоскости. Значит, стоят отбойники. Понятное дело, отбойники нужны, чтобы защищать борта и защищать крючки, за которые крепится наш, или увязывается наш груз. Иначе тоже все это снесет, и весь груз, все это развалится. В общем, нехорошо. Теперь открываем борта. Так, прошу обратить внимание. Значит, борта съемные. Принцип, как на японских автомобилях. Подали, сняли. Зачем это нам надо? Но ведь не только ездить. Надо же самое главное доехать до места. Сани тоже надо где-то везти. Снегоход на прицепе. А сани тоже надо как-то пристроить. Чтобы уменьшить объем, мы снимаем борта и толкаем их вовнутрь, между полозами. Объем уменьшился, легче сани везти. Теперь заносим иногда эти сани в зимовье. Вот поставили в середину, если зимовье позволяет. Вот уже может один, а на крайняк два человека прилечь. Все четыре борта снимаются. Ставлю на место. Общий вес, ну я думаю, от силы килограмм пятьдесят. Потому что весь каркас все собрано из дюралюминиевого уголка. Мы максимально стараемся их облегчить. Тут нет ничего тяжелого, нет ничего такого, чтобы прямо вот было много веса. Поэтому они сравнительно легкие. Так, поднял. Теперь, значит, смотрим. Мы первые, когда сделали сани, ну поехали. Настолько хорошее скольжение у них, что когда идешь по голому льду, а другой раз приходится идти по голому льду или где-то так твердо и наст, что приходится притормаживать, и тебя сани обгоняют. Обгоняют, обгоняют, складывается весь этот, весь воз складывается, а у них масса больше, они начинают тебя разворачивать вместе со снегоходом, и понесло, и, как правило, в берег. Ну, в общем, очень неприятно, опасно, и можно так вляпаться в камни, что и технику угробить, и само перевернуться, и сани разбить. Поэтому стали решать, что это делать нам надо с коньками. И вот теперь переворачиваем сюда коньки. уже такого скольжения нет, они направляющие, они буквально коньки, они режут лед, наст, и идут нормально эти сани. Значит, здесь я уже говорил, не закреплено, с этой стороны не закреплено, полная симметрия, езжай вперед, езжай назад, вытаскивай вперед, вытаскивай назад. Вот. Ну и чтобы истереть такие, извините, 15 миллиметров, это надо еще попробовать постараться. У меня, конечно, силы не хватит, но, а нет, и вот вы видите, вот эта вот часть, она не закреплена. То есть, вот этот элемент, он совершенно не связан с рамой, он связан только посредством вот этих вот цилиндров, колец. И тем самым мы получаем надежную, хорошую рессору, который выдерживает все. Ну и скользит ПМД, понятное дело, лучше всего остального. Все соединения клепанные и на болтах. То есть, мы здесь не имеем никаких сварных вещей. Все, абсолютно весь каркас, все собрано на болтах и заклепках. Значит, дальше идем, ну, то ли это перец, то ли это зад. Посмотрим. Значит, мы здесь дополнительно делаем вот такой лепестковый фаркоп. Почему именно лепестковый фаркоп? Такой же ответной части, вот мы на своих снегоходах, снегохода рядом нету, на консервацию не достали еще. Там находятся такие же лепестки. Почему лепестки? Потому что вот этот вот крюк, до которой одевается фаркоп, это горе в тайге. Если ты загрузился крепко и пошел, и где-то ты сел, вот попробуй ты, груженый, а у тебя, а тебе все вот так вот, ты забуксовал, у тебя вот так вот все заклинило, вот так вот все, все стоит крепко, жестко, твердо. И попробуй расцепить снегоход с санями с этого крюка. Значит, приходится в другой раз вот так вот приподнимать, чтобы снять. А попробуй ты все это подними вместе со всем грузом. Нужно что-то такое, что позволяет тебе одним движением расцепиться. Поэтому у нас здесь находится серьга, здесь, естественно, шплин подпружиненный, ты выдернул и снегоход уехал. Снегоход ушел, сани остались, а дальше мы их уже достаем. Поэтому мы используем вот такой лепестковый фаркоп на снегоходах. Делаем их сами. Это для чего? Для того, чтобы зацепить за фаркоп вторые сани. Ну, в другой раз бывает ситуация, что куда-то дошли по каким-то делам, ну, к другому снегоходу надо уехать. А сани надо кому-то увезти. Цепляем цугом, одни сани, за них вторые сани, вот, и поехали. Снегоход прекрасно по отаренной дороге вытаскивает двое саней. Ну, в общем, очень необходимая вещь цеплять сани за сани. здесь вот у нас две таких шпильки стоят. Шпильки зафиксированы жестко. Это для того, чтобы укрепить ту стенку, где стоит задний фаркоп, чтобы ни в коем случае не вырвало и не выдавило. Общая длина два метра, но она у нас получается, во-первых, это оптимально, во-вторых, из длины уголка, чтобы крат нарезать двум метрам. И ширина 850 миллиметров, 220 высота борта. Ну, при такой высоте бортов, плюс еще вот такая высота ввоза, достаточно много грузов входит. В другой раз с места трудно сдвинуть. Значит, сани у нас симметричные. Для чего нам нужна эта симметрия? Значит, получается так, что другой раз идешь, ну, мы в основном идем по рекам, ну, или в тайге, прямо без дороги, так скажем, дорога выбирается по ходу. Тут надо иметь некоторый опыт. Ну, и вот оказываешься в таком месте, что невозможно ни вперед, ни назад. Все, остановились. Или это, допустим, река. Тут прижим, тут прижим, налеть, или полня, или пустолеть. Как? Значит, и надо разворачиваться. Понятно, отцепил с той стороны снегоход. Снегоход по-любому может объехать это место, ну, допустим, трудное место, где-то так крепко забуксовали или остановились. Зацепился этой стороной и выдернул. А представьте себе, если разворачивать эти сани при одном дышле, вот так вот разворачивать, да еще если ты вот так вот в снегу, в воде, вода со снегом, или тут у тебя деревья, через которые ты никак не развернешься. И как быть, вот тогда-то ты и вспомнишь, как хорошо иметь второе дышло. Зацепился и выехал. Либо твой напарник ты ушел вперед, воспользовался этим дышлом и вытащил сани назад. А так все разбирать, все разгружать, на руках переносить и потом заново все укладывать. Короче, час потеряли. А здесь зацепился и вперед. Значит, теперь, как видите, эта симметрия нам позволяет прекрасно сдавать назад. Вот большинство саней, которые я знаю, ну, имеют некоторый изгиб заднего полоза в эту сторону. Но какой бы этот изгиб не был, а зачастую приходится сдать назад. Ну, где-то опять дорога не очень. Мы же идем без дороги. Значит, и она обязательно воткнется то ли в корягу, то ли в снег, то ли вообще что-то под снегом находится. Ты забуксовал. Забуксовал, все это у тебя сложилось. Дешло можно помять ухо тоже и травмировать снегоход раму сзади. А здесь мы имеем полную возможность сдать назад и довольно прилично сдать назад. А другой раз снегоходу 10 сантиметров хватит люфта ходу, чтобы выйти. То есть сдал назад и опять в раскачку выехал. Дальше. Зачастую одной мужской силы вполне достаточно, чтобы вытолкнуть, помочь. Там снегоход, тут один или два человека подошли, подтолкнули, все вышло. А теперь представьте, нету дышла и как вы это дело будете толкать? Бесполезно. А тут рычаг с рычагом все вытащил. Возвращаемся допустим мы. Ну, что-то там поймали, добыли. Груз какой-то у нас есть. Как правило места никогда не бывает. А когда шли туда, основной груз это канистры, бензин. Но эти канистры просто сюда так складывать, ну, это просто воздух вести. А вот здесь натягиваем веревку, она идет вот сюда, таким треугольником. И на эту веревку наздеваем канистры. Все пустые канистры. Где-то на наших видео это есть. Канистры едут, болтаются, они ничего не весят. И собственно говоря, места не занимают, и ты прекрасно их довезешь. Так, ну и понятно, двойная живучесть, то есть самое уязвимое место это дышло и стойки. Стойками вопрос решен, с дышлом, если даже что случилось, то есть возможность всегда зацепиться за второе дышло и выехать куда надо вернуться домой. В наших санях на крайняк можно переночевать. Но я сейчас вам покажу. ну я думаю меня уже поняли. Вот таким образом получится экран. Вот. Ну значит мы возим с собой палатку. Но палатку лучше всего использовать где-то в стационарном месте. Когда уже приехали, где-то живем, рыбачим, чем другим занимаемся. А на маршруте, вот мы туда, где ходим, очень мало зимовий. Да даже может и старые зимовья остались, но сейчас уже все в тайге хозяина нету, охотников нету, штатников нету. И никто эти зимовья не ремонтирует, все текут, печки сгнили, и в общем никакого надежды нет на то, что ты нормально ночуешь. Или вези палатку, или придумывай, как ты будешь ночевать у костра. Разводим костер, ставим вот так вот сани, обязательно этот борт открывается, потому что у нас понятное дело полиуретановые кольца, это водопроводные трубы, ПНД, вот это у нас полоза, есть риск расплавить, а это слушает экрану. Костерчик горит, костерчик не такой, знаете ли, палочки туда кидать, или полешечки, тут жгешь целые лесины, вот такого вот диаметра, и укладываются они таким веером, и вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, за ночь потихоньку подаешь, а они горят. ночь длинная, зима холодная, тебя застало где-то, вот какая-то чрезвычайная ситуация, надо просто перекантоваться, ночь прожить, и вот эти сани сослужат добрую службу. Зашел как-то у нас разговор про гарантию, но я бы, например, дал гарантию на всю конструкцию, имеется ввиду корпус, грузовая рама, борта, значит, эти трубы, стойки, пожизненную. А что касается полозов, вот тут бы, наверное, я гарантии давать не стал, неизвестно люди, где и как их будут пользоваться, ну, по аналогии скажу, например, например, производители автомобилей, они же не дают гарантию на тормозные колодки или фрикционные накладки дисков сцепления, это такой расходный материал, а все остальное, пожалуйста, дышло, корпус, все это, думаю, можно не постесняться и дать пожизненную гарантию. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok